А вам не приходило в голову, что не все люди, которые зарабатывают большие деньги, тратят свою жизнь на светские вечеринки? Не всем интересен этот образ жизни. Не всем интересно общаться с людьми вашего круга. Так. Посмотрите по сторонам. Может быть вы научитесь видеть что-нибудь дальше своего носа? Еще какие-то вопросы? Я понял, понял. Вы работаете до седьмого пота. Ну, а раз так, может быть продемонстрируете мне результаты вашей работы. Именно отчет о деятельности компании. Конечно. Вы увидите его, как только я его закончу. Господин Воропаев нас посетил. Какая приятная неожиданность. Господин Жданов. Сашка! Андрей, сколько лет? Сколько зима. Удивительное дело. Ехал мимо. Дай, думаю, зайду, посмотрю, как дела. Готов ли отчет, но ваша помощница его еще не подготовила. Да ты не волнуйся. Все будет в лучшем виде. Я не волнуюсь. Так мы договорились, Катя? Конечно, как обещал Александр Юрьевич. Катенька, а что у нас на самом деле с отчетом? На какой-нибудь стадии? Я его закончу, но не сейчас. А когда? Позвольте поинтересоваться. Ну, рабочий день еще не закончился. Я вернусь после обеда и... Я могу пообедать? Ну, разумеется. Спасибо. Девчонки, только долго не засиживаемся. Милка опять не в себе, просила не задерживаться. Ой, когда он там в себе был, а? Маша, спроси, что полегче, Маша. Ну что, идем? Сейчас Танюшку подождем. Ну ладно, девочки. Я побежала, мне к адвокату опаздывать нельзя. Да уж. Подожди. Ты что, с нами обедать не будешь? Мы в ресторан собираемся. Девочки, джип обмывать. Ага, и обедать. Ну что, я не могу своих подруг пригласить в ресторан? Ну смотри, как классно. На новой машине поедем. Потом, а в каком ресторан идем? Очень модное место называется Решилье. О, ой, ну... Слышала? Викуся, ты можешь об этом только мечтать. Да ты знаешь, меня от таких ресторанов уже тошнит. А ты там хоть первый раз побываешь. Ой, ну вот раз тебя тошнит, ты дуй, пожалуйста, Вика, в вестибюль. Там есть чипсы, там есть шоколадные батончики. Самые тот, да взыскательные публики. Маш, перестань, Маш. Ну? Да прекратите вы. Ну взрослые, взрослые, детки. Совсем уже прям... Ну, наконец-то! Ну что врач-то сказал? Ну? Ну... Ну ты жить-то будешь, Дань! Жить буду? Ой, девочки! Я не больна. Я... Я беременна. Беременна. Пятый месяц уже. Пятый. Что? Маша... 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 Продолжение следует... 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 Ничего, будет и на моей улице праздник, а мне и Азорькин поможет, а вы мне еще все поплачете. Слушай, ну давай быстрее, а? Мы и так уже опаздываем, Полянский ждать не любит. Визит Воропаева меня выбил из колеи. Отчет ему, видите ли, понадобился? Ну и что, в первый раз, что ли? В первый раз случилось другое, когда я сегодня попытался у Катерины выяснить, что с отчетом. Она меня так отшила, я даже ничего не успел ответить. Ну а сказала тогда, она тебе что? То, что? Обедать ей пора, проголодалась, бедная. Главное, не возразишь. Да, и вроде все нормально, но каким тоном она это сказала? Еще так посмотрела на меня, как будто я последний враг. Так, ну и что? Ты вот тоже собрался обедать пойти. Я тебе, кстати, не говорил, что крепостное право уже отменили. Так вот, у Пушкаревой законный перерыв. Ты хотел ее этого перерыва лишить, но она, естественно, обиделась. Все объяснимо. А вот у тебя, Жданок, у тебя паранойя. Это что, окончательный диагноз? Ну, ты согласись, она ведет себя как-то очень странно. Очень странно. Да не парься ты. Сейчас она пообедает и будет как шелковая. Дай ты бог, дай ты бог. Ну вот что совсем непонятно, она как-то уходит от ответа. Раньше она всегда четко отвечала на все поставленные вопросы. Слушай, давай сейчас съездим на встречу, разберемся с Полянским, а уже потом будем думать, что с Пушкаревой. Нет, это все-таки непонятно. Ой, тихо, тихо, тихо. Раз ты так взволнован, так возбужден, то действительно что-то тут не так. Катька, а где-то у тебя это охно открывается. Там кнопка есть справа, вот здесь. Жми-жми. Первая. Да, Катька, жених у тебя просто высший класс. Не то, что некоторые из мотоциклов. Не понимаю, чего тебе надо. Смотри, Маш, останешься одна. Ничего я не останусь. Ой, ладно, чтобы она не говорила, все равно с Федькой останется. У меня так карты. Маша, ой-ой-ой, карты сказали. Твои карты врут. Вот сколько раз ты мне гадала, вот сколько раз. И ни разу мне не сказала про ребенка. Вот какая ты после этого гадалка, агуренция. Самая лучшая. Да, между прочим, мой дедушка. Африканский, да? Африканский, правда. Да, да, да. Ой, я прошу. Так, 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 где у нас тут мозг включается? О, да. О, остань, остань, хорошую, ну хорошая жмотка. Да, ничего не хорошая, Ольга Вячеславовна. Надо что-то такое драйвовое. Да вон, Катерина нас уснула за рулем. Не, не сплю. Катя, мы медленно едем, прибавь. Сейчас я знаю одну станцию, я вам сейчас прибавлю. Девочки, Катя, ты поосторожней, что все-таки женщину с ребенком как-никак везете. Катя, я вам сейчас тут рожу еще. Прости, Дарья. Диджей за рулем это просто какое-то самоубийство. Все, все. А ты, Маша, вообще отстань от нее, как-нибудь без музыки обойдемся, ладно? Ну, я как лучше хотела, чего я? Ну, угомонишься ты, наконец, Маша. Ну, из-за тебя чуть в аварию не попали. Ну, не попали же. Ну, все, все, я молчу, ладно. Катя. Катя. А что у тебя люк-то открывается? Конечно. Катя, пожалуйста. Тихонечко. Маша. 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 А-а-а! Я не Чу. I'm fine. Я граня мой мир. А-а-а! Ура! Очень похоже на говорящий перископ. Маша. Девочки, представляете, это я еще не наливали. А что будет? Мы там обратно все проедем. Андрей Павлович! Андрей Павлович! Ау! Ау! Это я! Маша Тропинкина! Здрасте! А-а-а! А-а-а! Это я-то! Здорово, да? А-а-а! Андрей Павлович! Да давай что быстрее на перегонки! Машина эта дурацкая. Все вокруг только о ней и говорят. Потапкин и тот рассуждать начал. Машина, Андрюша, крутая. Ну и что? Ты видел, кто ее водит? То-то и оно. Где она только водить-то научилась? Это же курам насмех! Ну знаешь, ее Зорькин научил. Думаешь? Да нет, я так немножко тебя подбодрить хотел. Спасибо, у тебя получилось. Еще Тропинкина эта со своими дурацкими криками. Вы уже готовы сделать заказ? Сейчас, секунду. Да, значит мне, мне Турнадо, Суп Сан-Жермен и, пожалуй, да, бутылку Лафита девяносто четвертого года. Великолепный выбор. А вам? Так, ему спаржу а-ля Фонтонель, Кокаван и четыреста капель валерьянки. Или ты что-то другое хотел заказать? Честно говоря, мне уже ничего не хочется. А почему Лафит девяносто четвертого? Да так просто. Помню, год был интересный. Две машины разбил. Ну ладно, но появилась у девочки игрушка. Ну пускай забавляется, господи. Эта игрушка куплена на мои деньги. Деньги не комода, это деньги зимолета, которые я им дал. Следовательно, машина принадлежит мне. Угу. То есть ты предлагаешь мне отобрать машину у Пушкарева? Зачем отбирать? Просто она должна помнить, кто в доме хозяин. Думаешь ты? Что значит думаю? Андрюш, ну ты уже давно юридически все перевел на Пушкареву. И поэтому она вправе распоряжаться капиталами зимолета. А вот твои претензии абсолютно необоснованы. Что меня это просто бесит? Тихо-тихо-тихо-тихо. Так вот быстро расслабился, взял себя в руки. Вон Полянский идет. Добрый день, господа. Добрый день, Герман. Приветствую, присаживайтесь. Простите за опоздание, я в пробке застрял. Да уж эти пробки. Мандрю... Да. Мы Андрюш с тобой тоже еле доехали. Так, 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 так. Меню, пожалуйста. Да. Ну что же, я предлагаю выпить завстречу. Надеюсь, она будет продуктивной, а то у господина Жданова такой вид, что я уже начинаю волноваться. Не беспокойтесь. Мой суровый вид свидетельствует о серьезности намерений в отношении вашей фермы. В таком случае я рад. Ну и можешь объяснить мне, кто это такой? Борькин, Хорькин? Да, Зорькин, Зорькин. Это жених Пушкаревой. Да? Ну и как хуй это ты его видела? Представь, что ты его тоже видел. Пушкарева только парень. Знаешь, удивительно даже, как люди бывают друг на друга похожи. Как будто они очень долго-долго искали друг друга. Слушай, ну откуда столько денег-то? Я видел их машину. Ого-го-го. И не имею ни малейшего представления, откуда у них деньги. Да. А что тебя иногда это интересует? Просто интересно. Серая мышка и вдруг миллионерша. Да, иногда о людях узнаешь. Много всякого интересного. Да. А может они месторождение алмазов нашли? Или в лотерею выиграли. Таким обычно везет. Слушай, все-таки если будет возможность, то узнай происхождение их денег. Интересно ведь, как такие обогащаются, а? Ладно, ладно, ладно. Я поговорю с Викой. Она, по-моему, с ним общалась. Да. Ты ведь не за этим сюда пришел? Что тебе надо, а? Конечно, не за этим. Догадливая ты у меня. На презентацию пригласить хочу. Что за презентация? Помнишь, говорил, вкладываю деньги в один очень прибыльный проект. Да, что-то припоминаю. Что за проект? Приходи, узнаешь. Может даже оценишь. Очень перспективное дело. Да. Но мне нужны деньги. Я не собираюсь обращаться в какой-нибудь банк. Решил забрать свои деньги из «Зимолета». Что скажешь? Саш, ты что? Ты серьезно? Как никогда. Сань, ты нас без ножа режешь. Ты что делаешь-то? Так, ну, знаешь, пусть финансовые проблемы компании «Зимолета» решает твой ненаглядный женишок Андрюша Жданова. Я не хочу рисковать деньгами из-за его амбиции. У меня свои амбиции. Саш, Сань, ну мы же договаривались. Ты и я, и Кристина, мы никогда не заберем свою долю. Это, это в конце концов, и наша компания тоже, и создавали наши родители. Так, не надо демагогий. Ну, пожалуйста, родители сами бы забрали деньги, если бы узнали, как имя распорядился твой женишок. Сань, я умоляю тебя, ну, подумай. Я уже подумал. Объявлю об этом открыто на совете директоров. Просто зашел, чтобы тебя предупредить. Ты любезен, как всегда. Да. На презентацию придешь? Да. Не грусти, сестричка. «Зимолета» — это еще не весь мир. А вот еще взгляните. Оборудование для швейного производства 2006. Немецкое, финское, австрийское, итальянское. Итальянское — самое популярное в Европе. А вот это предпочитает закупать Китай. Как говорится, дешево и сердито. А вот наши предпочитают работать по старинке с немецким оборудованием. Да, «Зимолета» тоже использовала немецкое оборудование. Ну, я думаю, можно попробовать и итальянское, да, Андрей? Как ты думаешь? Ничего не имею против. Думаю, наиболее удачный вариант — взять часть такого и часть такого. Если что-то не устроит, всегда можно будет что-нибудь заменить. Да-да-да, я понимаю. Андрей, Герман, мы бы хотели договориться с вами о лизинге. Ну, если вам так удобнее, то… Да, и еще. Мы бы хотели заключить сделку на два года. Не на пять лет, как думали, на два. Потому что это выгодно и нам, и вам. Но с госпожой Пушкаревой мы уже обсуждали этот вопрос и пришли к принципиальной договоренности. Честно говоря, я думал, что она будет присутствовать на встрече, и странно, что она не участвует в переговорах. Дело в том, что Екатерина Валерьевна, она сейчас очень занята. Она готовит очередной доклад к совету директоров, и поэтому она просто не смогла прийти на встречу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Госпожа Пушкарева решила все-таки присутствовать на переговорах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девочки, не оборачивайтесь. Жданов с Малиновским тоже здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Беда какая-то. Они повсюду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кать, ты знала, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, я как чувствовала, что все плохо кончится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, почему же плохо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они обедают, мы обедаем. Ничего страшного. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Герман, я буквально на минуточку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вероятно, в офисе что-то случилось, раз все мои сотрудницы здесь пойду узнаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Катенька, а что случилось? Почему вы вдруг здесь? Ничего. Не случилось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы меня разыгрываете, Катенька. Ну, вы же не могли сюда просто так прийти. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, наверное, есть какая-то очень важная информация для меня, Андрей Павлович, уверяю вас, все в порядке. Мы просто проезжали мимо и решили здесь пообедать. Пообедать? Андрей Павлович, здрасте. Здрасте. Вы не волнуйтесь. Мы же не на казенные деньги гуляем. За все платит Катин жених. Очень, очень мило. Мило. Катенька, можно вас на минуточку? Конечно. А с вами тут Полянский хочет поздороваться. Андрей Павлович, прошу вас. Можно как-нибудь без меня сегодня обойтись? Я сюда за другим приехала. Так не хочется решать деловые вопросы. Пожалуйста. Катя. Ну, пожалуйста. Катя, ну так надо. Так, принято. Приятного аппетита, девушки. Спасибо. Что за спектакль вы тут устроили? Не понимаю вас. Вы прекрасно знали, что мы с Романом Дмитриевичем будем здесь. И привели сюда весь женсовет. Зачем? Я вас спрашиваю, вы это сделали? Я не знала, что это вас так заденет. Если мы вам мешаем, мы, конечно, можем уйти. Официант! Катя, все нормально. Катя, что за цирк? Я не понимаю вас. Я не понимаю вас. Что вас так беспокоит? Катя, что за цирк? Может, счет? Так вы не волнуйтесь. За все платит мой жених. Коля? При чем здесь счет, Катя? Вы меня с ума сведете. Екатерина, здравствуйте. Я рад вас видеть. Добрый день, Герман. Взаимно. Здравствуйте, Катенька. Интересно, что же такое случилось? Зима-лето, что вы все бросили и прибежали сюда? Ничего. Представьте себе, Роман Дмитриевич, мы просто заехали пообедать. Здесь отличные лангусты. Мы их просто обожаем. Приятного аппетита. Мне нравятся валевки. Супер. А что это такое-то? Понятия не имею. Просто слово очень смешное. Пока вы говорите, уже даже есть, раз хочется. Девочки, вы представляете, если бы здесь, в этом ресторане, работала наша Василиса? Она бы сейчас бегала по ресторану и кричала, кто заказывал порцию валевки? Или долго мне еще с вашей валевкой носиться? Ой, а я буду косули. Косули. А, косули. Вы уже выбрали? О, а скажите, пожалуйста, что такое беф-були? Беф-були. Отварная говядина. Ну, так бы и написали, а то заинтригует. Мильфель. Пирожное Наполеон. О, я так люблю пирожное Наполеон. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, у вас лягушки есть? К сожалению, нет. Очень жаль. Вы знаете, так давно не ела, очень соскучилась, хотела лягушек. Принесите нам, пожалуйста... Консоме и патафель. Ну, почему же сразу консоме? А лангусты у вас есть? Вам одного на всех. Каждый к лангусту. Простите, а вы цены видели? А что такое? Они у вас в меню щадящие? А на самом деле в 10 раз больше? Нет, ну, что вы. Просто я хотел вас предупредить. Что-нибудь еще? Да, черные икры, трюфели и фуагра. Улиток заказывать будем? Не надо. Все эти французские штучки не надо. А потом проблемы с желудком. Хорошо, без улиток. Без улиток. Ну, а десерт потом? Нет, 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 нет. Мне и десерт сразу можно. Что-нибудь шоколадное у вас есть? Есть торт, мусс, парфен. Ага. Вот давайте. Вот это вот все. И Наполеон, да? Вот. А лангуста вычеркиваем. Меня на сладенькое тянет, девочки. Все-таки требуется. Что будете пить? Рекомендую шабли урожая 2002 года. Мы предпочитаем шампанское. Советское. Французское. И свежевыжатые соки. И побыстрее, пожалуйста. Мы очень спешим. Да-да, конечно. Ну, так вот, Олизенька. Дело в том, что это большая экономия. Для нас ее. Я имею в виду налог на имущество. Сами понимаете. Олизенька. Олизенька. Дело в том, что это выгодно для нас по нескольким методикам. По нескольким причинам. Во-первых. Во-первых. Вы меня извините. Это не мое дело, но жутко любопытно. Сколько же зарабатывают ваши сотрудницы, если могут позволить себе такой обед? Это коммерческая тайна. Понимаю. Судя по всему, дела у вас идут неплохо. Зачем вам лизинг? С таким размахом вы могли бы купить себе это оборудование? Дамочки. Я предлагаю выпить за нашу подругу. За нашу чудесную, обожаемую Танюшу. За ее животик. Тань, в первую очередь здоровье тебе. И много-много-много счастья. Мы тебя очень любим. Ура! Сразу-сразу-сразу второй тост. За Катю. За ее доброту. За ее ум. И за огромное сердце. И за ее милого, щедрого жениха. Ура! И за большую и чистую любовь. Да, Андрей, вашим служащим можно только позавидовать. Как вам удалось сделать сказку былью? Выделитесь? Дело в том, что зарплаты в зима-лета ничем не отличаются от зарплат на аналогичных предприятиях. То есть, вы хотите сказать, что пара тысяч долларов обычный доход россиян? Ну что вы? Какие там пара тысяч? Андрей хотел сказать совсем другое. Дело в том, что я, например, не представляю, откуда у наших сотрудниц такие деньжища. Для нас это огромный сюрприз. пока эти клуши обедают в ресторане, я здесь должна голодать. А жизнь вообще несправедливая штука. Да. Клочкова, да ты мазохистка. Что, кушать хочется, денег нет? Слушай, что тебе надо? А почему ты не на обеде? Обычно в это время у тебя не бывает. На диете я. Поэтому листаешь гастрономический журнальчик? А что, это вариант. Посмотрела, поплакала и сыта. Я бы так не смог. Не смог. Мне обязательно нужно съесть тарелочку горячего супа. Да. Тарелочку горячего супа. И обязательно посыпанный какой-нибудь зеленушечкой. Сметанкой заправленной. Конечно, после этого горячую закуку. Да, горячую закуску. Каких-нибудь мидий с базиликом. Нет, лучше с чесночком. Да. И все это поджаренное на оливковом масле. И потом, конечно же, огромный кусок мяса на гриле с кровью. И все это под бокал красного вина. И на десерт. Хватит! Ну! Ну что такое? Голодные спазмы? Вик. Слушай, зачем ты сюда пришел, а? Я пришел сказать, что еду обедать в один очень хороший ресторан Ришелье. Очень хорошее место. Модное и дорогое. Но правда, тебе, я думаю, это неизвестно. Но тебе никогда денег нет. К твоему сведению, я тоже обедаю в Ришелье, понял? И не надо из себя строить крутого, ни один ты там обедаешь. И неужели за свои деньги? Ни за что не поверю. Ой, ты знаешь, есть еще нормальные мужчины, которые оценивают женщину не по количеству ее денег. А по количеству съеденного ты хотела сказать. Искренне сочувствую этому смелому парню. Слушай, сделай одолжение. Придете в ресторан, веди себя прилично. Ну, не накидывайся ты на еду сразу. Мужик испугается, убежит. Будешь опять лапу сосать. Слушай, пошел бы ты со своими советами, а? Все, 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 все. Ухожу. Меня ждет обед. Пожелай мне приятного аппетита. Чао, бамбина. Ну, что же, я предлагаю обмыть нашу сделку. Даст Бог не последнюю. За плодотворное сотрудничество Зимолетта и Севинг Групп. И за успех во всех последующих начинаниях. Вот так вот я себе и представляла дольчевиту. Шампанское, икра, лангусты. Честно говоря, я от лангустов ожидала большего. Ну, что, очень вкусно было на самом деле. Просто какие-то креветки-акселератки. Шуруп. А ты что думала, что лангусты на деревьях растут, что ли? А по-моему, все очень вкусно. Правда, вот этот андуй был немножко жирноват. А мне больше всего понравились трюфели. только говорят, они очень дорогие. Один килограмм стоит пять тысяч евро. Да ладно! А что это они? Из золота, что ли? Пальчета, а тебе вот от трех десертов плохо не станет, а? На твоем месте я бы держала себя в руках. А я держу себя в руках. Но ребенок требует сладкого. а я не могу ему отказать. Да. Тем более, что наши желания совпадают. Я очень рада, что всем все понравилось. Может быть, счет попросим. Да. Вообще, Кать, правда, а то мы немножко засиделись. Молодой человек, счет. Сию минуту. Только вот страшно подумать, во что это выльется. А? Ольга Вячеславовна, да не думайте об этом. После обеда нужно думать о приятном. Угу. Андрей Павлович, может, выпьете с нами? это очень хорошее шампанское. М? Не сомневаюсь. С удовольствием. Благодарю вас, Кать. До новых встреч. Ну и денек. Хороший денек, Жданов. Хороший. Выгодный контракт подписали. Господи, радуйся. Этот контракт чуть не сорвался. А тебе не кажется, что Пушкарева специально привезла женсовет в Решилье? Зачем? Чтобы поиздеваться надо мной. Чтобы показать, насколько наплевательски она относится к моим деньгам. Ты помнишь, что они ели? А что пили? Шампанское! Причем, не самое дешевое. Уже подсчитал, насколько они поели? Малиновский! Мне не все равно, когда мои деньги пускают на ветер! Ну ладно. Господи, может они первый и последний раз в такое место попали? Вот и заказали все как в кино. Дело не в ресторане. И даже не в деньгах. Дело в том, что Пушкарева изменилась. Ты заметил, что она как-то по-другому стала ко мне относиться. Но какие у тебя предположения? Самые ужасные! Либо она все это время любила Зорькина, а меня только использовала. Либо? Либо? Либо она мне мстит. Только вот непонятно, за что. я на этот раз в год в ziemlich Субтитры создавал DimaTorzok